Ребята, всем привет! Сегодня у нас сразу две распаковочки. Ну, правда, одна посылка у нас не из Китая. Тем не менее, тоже хотел бы с вами ей поделиться. И вторая посылка у нас с Алиэкспресса. Давайте начнем с маленькой. Если вы уже догадались, то это у нас штатив для видеокамеры. Такой маленький, поскольку сейчас я занялся съемкой распаковок посылочек из Китая. И для того, чтобы установить камеру в удобном более-менее ракурсе, мне понадобился такой вот штативчик. Давайте посмотрим. Так, все, дальше ничего нету. Самый простой. В пакетике запакован. С гордой надписью «Made in China». Так, что же у него есть? Значит, крепится он при помощи вот такой струбцинки. То есть, можно закрепить на полку, на стол, куда угодно. Далее, сзади имеются вот такие выдвижные ножки на защелках. Да, защелкиваются ножки. Можно, наверное, еще опустить. Ну нет, защелкиваются они в этом положении. Дальше третьей ножкой служит та же самая поджимная вот эта струбцинка. И ставим на стол и пользуемся. Так. Значит, чтобы убрать, нужно отодвинуть фиксатор. И эти ножки захлопываются. Здесь у нас вот такой вот шарнир. Шарнир, шарнир. Сюда крепится сама видеокамера или фотоаппарат. И он, в принципе, в любом направлении наклоняется, изгинается. То есть, как угодно. И вот этой вот штуковиной оно фиксируется. Значит, характеристики. Характеристики. 190 мм. Это максимальная высота, видимо, с подножками. 130 мм. Это минимальная в собранном. Весит эта штуковина 125 граммов. И выдерживает нагрузку для... Ну, в качестве камеры, либо фотоаппарата до 1 килограмма. Континент F5. Вот такой вот штативчик. Стоит он каких-то там маленьких денег. Но, как видим, пригодился все-таки. Так, ну, эту посылочку я отложу в сторонку. Вторая будет малеха поинтересней. Это вот такая, как называют ее, третья рука для пайки. То есть, это струбцинка с крокодильчиками, которая держит плату для того, чтобы можно было двумя руками с ней работать. И эта же еще штуковина имеет в своем строю, скажем так, увеличительное стекло с подсветкой и держатель для паяльника. Ну, что ж, давайте откроем и посмотрим, что у нас там есть. А у нас там есть вот что. Так. Вот в пакет спрятана вот такая немаленькая лупа, увеличительное стекло. Так, ага, отсек для батареек, три мини пальчиковые батареечки сюда устанавливаются. Так, сбоку выключатель, включатель. Ну, и здесь шарнир для крепления на стоечку. Так, давайте, что у нас там еще есть. Ага, это сама подставка. Она такая, наверное, чугунная. В общем-то, какое-то литье, тяжеленькая штуковинка. В принципе, она ведь держит на себе вес всей этой конструкции, поэтому должна быть утяжелена. Так. Ну, и дальше шарниры, шарниры. Так, ребят, прошу прощения, закончилось место на карте памяти. Пришлось немного почистить. Так, остановился я на том, что говорил про степени свободы. Свободы у этого шарнира. Значит, давайте, пожалуй, соберу. То есть, вот эту трубочку вставляем сюда. Далее, можем регулировать этот по высоте узел. Ну, где-нибудь на средине, допустим. И вот этот наш шарнир, он вращается как вокруг своей оси, выше-ниже, так и вот эти штуки отдельно вращаются. Также они еще переставляются для того, чтобы можно было зажимать здесь платы разных размеров. Ну, давайте с предыдущей распаковочки возьмем вот такую платку и просто ее сюда зафиксируем. Вот так вот она легко, быстро и, в принципе, надежно фиксируется. И здесь уже можно без проблем двумя руками работать паяльником. Все супер. Так, давайте теперь установим сюда наше увеличительное стекло. Станавливается на ту же самую ось, но только ближе к верху. Так, пожалуй, надо перевернуть, чтобы вот этот наш регулировочный винт тоже находился сверху и не нужно было все время лезть под низ. Так, я не знаю, как видно на камеру. Сейчас давайте немножко зажмем и поставим батарейки. Так, батареечки установил. Включаем подсветку. Вау! О, ребят! Я не знаю, видели вы на камеру? Вот. Вот так вот отлично просто. Бомбически. Увеличивает это стекло. Здесь работать будет одно удовольствие. Вообще крутотень, пацаны. Смотрите, рекомендую. Правда, вот именно почему-то это стоит, конечно, дороговато. Но, тем не менее, она себя оправдывает. Ну, давайте я оставлю вам ссылочку на Алиэкспресс, там, где есть куча всяких разных. А вы, может быть, себе что-то интересное там выберете. Так, ага. Здесь у нас в комплекте еще вот такая спиралевидная держалка для паяльника. Устанавливается она сюда в соседнее отверстие. Да, тугенько входит. В общем-то, вот так устанавливается. И, то есть, сюда можно вставлять раскаленный, ну, в смысле, горячий паяльник. И далеко не уходить от нашей платочки. Так, ну, здесь, в принципе, сделано, конечно, углубление для, наверное, для принадлежности для пайки. Но, я думаю, что будет удобнее поставить его где-то рядом. Поскольку под плату туда лезть, ну, не хочется. Вообще, классная штука она. У меня до этого не было. Вот такого помощника третьей руки. Конечно, приходилось мучиться с пайкой. Но, теперь сами видите. Все круто. Так, ну, давайте свет отключим. Единственный, конечно, минус, что здесь нет разъема для подключения блоков. Полка питания, то есть, не знаю, насколько хватит батареек, но, я думаю, это небольшая проблема. И сюда его установить как-нибудь сделаем. В общем-то, вот такая полезная штуковина. Ссылочка будет под видео. Ну, кому понравилось, ставьте ваши пальцы, подписывайтесь на канал. Пишите что-нибудь в комментариях, желательно доброе. Ну, и всем пока. Увидимся.